Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». 15 том. Вопрос 2988. «Почему и ныне, а не только после войны, в церквях больше женщин, нежели мужчин?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «И вокруг Христа было больше женщин». Евангелие от Луки, 8 глава, 2-3 стихи. «И некоторые женщин, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. Иоанна, жена Хузы, номоправители Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему именем своим. Но перед Богом может быть перевес на иной стороне, невидимый. Экклесиаста, 7 глава, 28 стих. «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысяч я нашел, а женщину между всеми ими не нашел». Цитата. «В нашей семье никогда не молились, не вели бесед о Боге. Но молитву отче наш я узнала в раннем детстве от бабушки, маминой мамы. Сама она никогда не ходила в храм, не ходила к молящимся бабушкам. Мама моя говорила, что Бога держит в сердце. Еще когда я гостила у папиной сестры, они были немцами с Поволжья, то слышала, как моя тетя и все ребятишки перед сном, уже лежа в постели, читали «Отче наш» по-немецки. Вот такие познания о Боге были у меня от родных. Первый раз Господь встал на моем пути в 14 лет. На новогоднем Бали-Маскараде за лучший костюм мне дали приз «Забавное Евангелие». Коричневая книга в твердом переплете с блестящей надписью «Забавное Евангелие». Но я точно могу сказать, что за таким названием было настоящее Евангелие. Начиналось оно с родословной Иисуса Христа. Дальше все шло по главным, стихам, но я дальше этой родословной не пошла. Мне показалось непонятным и неинтересным. Второй раз Господь коснулся меня, когда мне было 25 лет. Я уже не помню, куда я ехала. Села в поезд вечером, за окном было темно, но люди еще не спали. На правой нижней полке сидела бабушка и читал маленькую толстую книжку. Может, это был молитвослов, может быть, Библия, я не знаю. В купе больше никого не было, потому что я заняла нижнюю полку. Немного поговорив, бабушка стала предлагать свою книгу мне. Я опять с каким-то испугом отстранилась от этой книги. Я почему-то всегда боялась таких книг. Я ужасно боялась, особенно вечером, проходить мимо церкви. Потом была встреча с братом Игорем Глушковым. Он дал мне почитать Божий закон. И когда я читала его, то постоянно удивлялась тому, что я многое уже слышала. И слышала от бабушки, которая рассказывала мне многое в пословицах, поговорках и просто рассказах. Но она это все преподносила, не на Библию опираясь, а просто как бы на следственные байки. Потом была поездка в Потеряевку. Это было в конце июня. А через неделю принимали крещение Нелли, Веры Федоровны, Владимир Иванович Золотовым. Но в мой первый приезд богослужение было без батюшки. Было занятие, о чем не помню. Знаю, что слезы лились рекой, и в голове стоял один вопрос. Но почему я не знала Бога раньше? Ведь скольких ошибок можно было избежать? Я могу точно сказать, что в такой-то день, в такой-то час, в таком-то месте я встретилась со Христом. Но я точно знаю, что Господь слышит мои молитвы и отвечает на них. Что он через батюшку, братьев и сестер научает меня. И молю только об одном. Господи, помоги мне заслужить Царство Твое Небесное. Минаева Любовь Ивановна. Хриспенс. Потеряевка. Цитата. В поезде мне Любовь Ивановна Яговитина дала визитку. Приглашение на занятия в Институт по изучению Библии. Я пригласила Ковихову в Валентину. И мы стали ходить. С этим покрестились в Потеряевке. Я и раньше хотела прийти к Богу. Но было время такое, что не получалось. Вот теперь уже 13 лет хожу в общину. И я очень довольна, что пришла к Богу. В общине все братья и сестры очень хорошие. Все относятся друг к другу по-божески. Насчет соединения с Московской Патриархией я против. Но не знаю, как Бог позволит, так и будет. Мне очень жаль потерять нашего батюшку Игнатия Тихоновича. И я не могу представить себе, как это будет дальше. Все. 2006 год. 4 февраля. Михайлова Бибекина Полина Дмитриевна. Работала директором производства. Была членом КПСС. Партергом организации. 61-93-26. 26.